апостол который идет и открывает новые двери новые возможности соединяет разные служения вместе я хочу чтобы вы с почтением сегодня принимали это слово понимает то все смирение с которым он служит понимая ту простоту с которой он идет я говорю еще больше ты начинаешь ценить иисуса там внутри потому дайте хорошее почтение для человека божьего прямо сейчас слава господа вот точно все то что пастор говорил нам всегда нужно держать свой взгляд на иисусе все чтобы не было чтобы не отвлекало вас потому что чем больше я научился чем больше я видел тем больше я убежден тем больше я хочу отдавать все для иисуса чтобы все были надлежало ему чтобы ничего кроме него не оставалось на этой неделе мы много говорили о душе мышление мозге и нам нужно помнить что причина по которой мы говорим об этом что все что мы говорим это все духовные вещи потому что бог сделал нас он сотворил дух душу и тело и и делает эти три вещи вместе делают нас нами и и так же это то что делано в соответствии и подобии по образу божьему на этой неделе мы много говорили о духе мы немного говорили о теле и исцелении и то как относятся до душа и тела в исцелении больше всего мы говорили о душе мы говорили о мышлении и о мозге и я бы задал вам вопрос и слушайте слова которые я использую скажали бы вы что ваша душа лучше сейчас чем до того как вы сюда пришли ваша душа аминь хорошо скажали бы вы что ваша душа намного лучше аминь аминь потому что ваша душа присоединена к духу и я хочу показать вам один стих я не буду сейчас проповедовать целую церемонию вам не нужно в тот момент когда люди будут получать исцеление проповедовать какую-то церемонию послание мы на протяжении всей недели проповедовали евангелие поэтому я хочу прочитать только одно местописание 3 иоанна 2 стих большинство из вас знает этот стих сказано возлюбленный более всего я хочу и это много не так ли более всего не более просто чего-то не выше чего-то а более всего чтобы ты хотел чтобы ты преуспевал и был в здравии так же как твоя душа преуспевает теперь я только что спросил вас если ваша душа на этой неделе она стала преуспевать больше и вы сказали да если ваша душа получила преуспевание тогда мы знаем что Бог хочет чтобы вы были в здравии так же как и ваша душа преуспевает поэтому если ваша душа преуспевает ваше здравие должно преуспевать аминь нет такого что одно поднимается а другое нет это все должно подниматься вместе и заметьте он не говорит хочу более всего чтобы ты преуспевал как твой дух преуспевает он не сказал здесь дух он хочет чтобы вы преуспевали в душе и вы будете преуспевать в душе и вы будете преуспевать в вашем здравии только в той степени как преуспевает ваша душа теперь ваш дух он уже преуспевает он преуспевает так же как преуспевает дух тот момент как вы приняли рождение свыше ваш дух он автоматически становится преуспевающим причина почему часто вы не преуспеваете в здравии потому что ваше здравие преуспевает в соответствии с вашей душой с преуспеванием вашей души поэтому жизнь должна проходить через ваш дух, вашу душу до того, как достигнет тела и на этой неделе ваша душа преуспевала и мы научили вас как душа ваша может продолжать преуспевать как она будет продолжать преуспевать до того, пока не достигнет такого же уровня как ваш дух поэтому если Бог, Он уже автоматически сделал преуспевающим ваш дух Он также хочет, чтобы вы преуспевали во всей своей душе и это называется хождение в христовом умом в полноте духа и Бог хочет, чтобы ваше тело также полностью преуспевало чтобы она также достигала вашего духа и вашей души ваш дух рожден от Бога вы знаете все те вещи, которые в вас вы знаете истину великое повеление если вы рождены свыше то вы сотворены делать вещи для Бога то вы сотворены повиноваться Богу это значит, что вам нужно идти по крайней мере к кому-то это то, что происходит, когда вы рождаетесь выше когда ваша душа преуспевает ваша душа должна преуспевать до степени Христова ума ум Христов позволяет Иисусу приходить сюда и проявлять небеса оставить небеса и прийти на землю и он был в физическом теле или быть в физическом теле несмотря на то, что это уже настолько ниже того где он был раньше потому что ум Христов это ум слуги чтобы послужить даже если тебе нужно уйти и оставить уйти в какие-то нехорошие условия и если это если это будет эффектом преуспевания всей души если это будет эффектом преуспевания вашего всего духа как вы думаете какой результат будет полного преуспевания вашего тела исцеления здравия и божественное здоровье постоянное пребывание здоровья видите, на этой неделе ваша душа стала более преуспевающей может вы слышали о людей, которые живут в божественном здоровье может вы даже верили, что это возможно но наверное вы не были уверены насколько возможно это для вас но я здесь, чтобы сказать вам что Бог обеспечил для одного Он обеспечил это для всех и из-за этого Он хочет, чтобы вы преуспевали в теле к полному здравию это значит жизнь здравие до такой степени, так много что у вас есть еще больше, что вы можете отдавать вам нужно быть здравее потому что ваш дух и душа это дух и душа Божьи и дух и душа Божьи говорят, нам нужно идти и служить и вам нужно здоровое тело, чтобы это делать и чем здоровее вы тем вы можете большим людям послужить Бог хочет, чтобы вы были здоровыми он хочет, чтобы вы имели здоровье и оставались здоровья года назад Джон Лейк говорил с неспасенным человеком и он объяснял те исцеления, которые происходили и этот человек спросил его он говорит, ты не думаешь ли что все это, вот все эти вещи это просто вопрос ума и слушайте внимательно мы с вами изучали ум и я не хочу, чтобы вы сделали какие-то ошибки в этом то, о чем мы с вами учили на этой неделе это не что-то просто как вопрос ума мы не превозносили ум мы превозносили Бога, который сотворил наш ум мы превозносили Бога и не ошибитесь то, что мы делаем это не что-то душевное то, что мы делаем это духовное и это сила Духа которая освобождает пленных это не просто вопрос мышления или вопрос ума Джон Лейк ответил вот его ответ был это не просто вопрос ума и вот почему если бы так было то тогда мог делать то, что я делаю он разговаривал тогда с неверующим но он сказал но из-за того, что ты не можешь делать то, что делаю я это доказывает, что вопрос не только в уме это доказывает, что это вопрос Духа это доказывает, что во мне есть Дух, которого нет в тебе это доказывает, что то, что я делаю, это силой Божьей а не из-за интеллекта поэтому сегодня то, что мы делаем это будет силой Духа мы уже об этом с вами говорили и мы не будем это делать чем-то большим мы здесь не для того, чтобы делать какое-то шоу извините мы здесь для того, чтобы высвободить силу Духа в ваши тела аминь когда мы это сделаем даже если это будет небольшое прикосновение это произведет большое влияние потому что дело не в прикосновении это Бог, который в этом прикосновении аминь Богу не нужно слишком много места, с чем Он может работать Ему просто нужна возможность и это то, что мы Ему дали возможность работать аминь теперь мы начнем сюда приводить людей мы будем они будут приходить сюда будут уходить туда есть наши волонтеры и ашеры минуточку техническая перерва спасибо теперь я теперь больше могу двигаться хорошо, можем дальше идти так что люди помогут вам и будут направлять вас но я хочу показать вам другой путь как вы можете служить исцелением и очень часто, когда есть очень много людей мы не хотим, чтобы люди слишком долго ждали поэтому есть путь, как мы можем ускорить весь этот процесс и очень часто я просто это делаю но если мы хотим ускорить весь этот процесс и то, как мы это можем ускорить исцеление это то, что вы будете вовлечены в это и нам не нужно это делать и если у вас нет никакой веры не волнуйтесь об этом у нас есть достаточно веры для вас и мы можем ее поделиться и вы можете также получить свое исцеление все, что я попрошу вас сделать если вы только можете прийти в согласие со мной то тогда вещи будут происходить намного быстрее поэтому кто из вас согласится что когда я прикоснусь к вам вы получите исцеление это хорошо выглядит прекрасно, аминь это значит, что это будет происходить быстро потому что если вы соглашаетесь если двое или трое согласятся то это сделано аминь аминь теперь у нас здесь намного больше, чем двое поэтому это должно очень-очень быстро происходить аминь и нам очень нравятся чудеса и мы постоянно видим чудеса нам нравится исцеление и отличие только в том что исцеление это процесс и иногда требуется больше времени а чудеса не происходят мгновенно поэтому мы хотим и толкаем, чтобы все происходило мгновенно мы толкаем, чтобы были чудеса но если вы этого не видите вот прямо за мгновение произошедшим то просто примите решение хорошо, исцеление будет и оно уже приняло его, оно растет во мне сейчас и я его точно увижу аминь теперь послушайте внимательно послушайте мои слова я видел сотни тысяч людей исцеленными я знаю, о чем я говорю когда я возложу руки на вас что-то произойдет невозможно для меня прикоснуться к вам и чтобы ничего не произошло что-то точно произойдет или это будет мгновенное чудо или это будет растущее исцеление теперь если это исцеление и если понадобится какой-то период времени для него вы можете помочь этому меньше времени занять или вы можете помочь ему больше времени занять и то, как вы это делаете это если когда я возложу руки на вас вы примите решение прямо там это свершилось независимо от того, вижу я что я чувствую независимо от этого, это сделано и я это точно увижу если вы это сделаете то неважно, как долго это будет проявляться вы это сделали уже намного короче если я возложу руки на вас и вы будете что-то чувствовать или не будете что-то чувствовать вы можете уйти, говоря я ничего не почувствовал я не думаю, вообще что-то произошло наверное, ничего не произошло ну вот, только понадобилось несколько минут до этого понадобилось бы только несколько минут а теперь вы растянули это на долгое время я верю за ваше исцеление я верю за чудеса не сражайтесь со мной соглашайтесь со мной и давайте будем верить, что это будет происходить мгновенно аминь 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 Бог хочет, чтобы вы были здоровыми сейчас и у Него есть люди, которым Он хочет, чтобы вы пошли и вам нужно быть здоровыми, чтобы это делать поэтому давайте это сделаем аминь 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 хорошо начнем аминь видео да а можно просто просто буквально минуточку внимания ну вы помните да, что во время того как вы в линии кто-то будет пытаться вас атаковать поэтому все успеем не надо создавать давление не на составлять ну как бы такое движение неправильное абсолютно за всех пастор помолится одна просьба вот вы приходите сюда в одну линию и сзади вас будет стоять еще одна линия вы держите руки вот так вот так просто так да хорошо то есть не играет роли и когда за вас помолились независимо такие проявления группа будет с вами тоже рядом порядка и через которое время когда вы можете вернуться вы можете вернуться обратно в ряды или уже идти потом домой хорошо но просьба остается открытой когда вы идете сюда вас ожидание от бога и вы в молитве хорошо спасибо давайте мы тут ряд выставляем у и вот этот ряд можно убрать тоже вот первые ряды вот эти можно снять вот вот ряд выставляйте аллилуйя слава иисусу вот шеренга полностью отсюда и аж туда и вдоль стенки поставьте вот стулья чтобы были если кому-то надо будет присесть чтобы люди могли присесть все все вот так стойте второй ряд сзади вы выстраивайте сразу еще сюда можно поставить несколько человек пожалуйста вот сюда сзади но должно быть хотя бы ну больше метра полтора метра желательно чтобы было еще время место для еще одной линии хорошо и внимательно послушайте вы уже сказали что вы согласитесь со мной соглашение это значит говорить то же самое и верить то же самое поэтому мы будем с вами говорить то же самое поэтому повторите это за мной и скажите и повторите это так как вы имеете в виду это значит скажите это сильно вы хотите чтобы дьявол знал что вы серьезны по этому поводу и его болезнь нужно уйти теперь вот что мы сделаем и повторяйте за мной отец я верю я верю что твое слово истина твое слово говорит это слово говорит что верующие верующие будут возлагать руки на больных и те будут здоровыми. Поэтому, Отец, когда мой брат прикоснется ко мне, я буду исцелен. Я исцелюсь. Я оставлю это в доме. Я оставлю это в доме исцелённым. Во имя Иисуса. Я мог бы пришел в больницу,